Всем привет, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Сегодня у нас речь пойдет о складных ножах и ножах Victorinox. Вы знаете, я периодически пытаюсь про складные ножи снимать, а обзоры всегда получаются типовые. Ну, то есть, по сути, этот нож неплохой, но он все равно хуже, чем нож Victorinox. Ну вот, про любой вообще можно, я могу так абсолютно про любой вообще нож сказать. Про складень за 200 рублей, какой-нибудь с китайской раскладки, про любой нож Spider, Широгоров, Benchmade, Cold Steel, про Super Custom за 100 тысяч. Ты чё, дурак, что ли? Но он, по сути, хуже, всегда будет хуже, чем Victorinox, только потому, что он не Victorinox. Потому что Victorinox это всегда набор дополнительных инструментов. Да, давайте не будем сейчас брать однорядные ножи Victorinox, ну, такие как Sentinel, Hunter Pro. Ну вот они, да, они, скорее всего, каким-то своеменным складным ножам, возможно, и проиграют в чем-то. Хотя, тоже вопрос-то спорный на самом деле, очень спорный. Давайте не будем вот однорядники, однопредметники брать. А вот именно, что ножи Victorinox от 2, ну и до 4 рядов, давайте возьмем конкретно, потому что от 5 до 8 рядов и более, там уже, ну, они такие толстые ножи, и по габаритам получается, что да, они сильно уже отличаются от складных современных ножей. А вот 2-4 рядные ножи Victorinox, ну, уже примерно что-то такое в габаритах, толщина у них в сложном состоянии, примерно в габаритах, ну, современных складных ножей. Ну, обычно чуть больше, но тем не менее, все равно, примерно в габаритах еще, то есть, в принципе, так, эргономически в руке ощущается он как нож, а не как кусок мыла такой широкий. Ну, и по ношению, в принципе, можно их как-то в кармане носить. Не кажутся они такими прям сильно уж широкими. Ну, то есть, любой 2-4 рядный нож Victorinox всегда убивает любой скромной нож. Это у нас как аксиома. Ну, возможно, возможно, сейчас найдутся люди, там, как бы, кто вот скажет, что... А как же тактические ножи, а как же боевые ножи? Ребят, а если человеку реально нужен боевой или тактический нож, он никогда не возьмет складной нож. Смысла в этом нет никакого. Он будет использовать нож с фиксированным клинком. Складные ножи, их легенды, это всегда в какой-то мере баловство, игрушки. А есть некоторые моменты, когда одноподметные складные ножи будут весьма кстати, это не вопрос. Но они при этом все равно будут хуже, чем ножи Victorinox. Тем не менее, есть моменты, когда складной одноподметный нож, это, в общем-то, будет, в принципе, удобно. Даже в чем-то может быть и удобнее, чем нож Victorinox. Но это совсем редкие такие ситуации, редкие случаи. Опять же, чтобы продавать ножи Victorinox, я вот в который раз говорю, что вот... Не нужно какую-то легенду ножам Victorinox придумывать, что-то как-то в этом... То есть, минимальная работа маркетологов, как-то что-то придумывать им не нужно. Просто достаточно того, что они есть и они лучше. А вот, чтобы какой-то складной одноподметный нож продавать, вот, нужно какую-то легенду там, систему, какую-то боевую систему под него. Нужно именитого дизайнера. Ну, Карл Элзенер тоже, как бы, именитый. Но я не хочу называть его дизайнером. Не надо вот этот гламур путать с Карлом Элзенером. Там Карл Элзенер, это, ну, глава компании, и он всё-таки инженер, а не дизайнер. Это вещи разные. Вот. То есть, ну, никто не говорит, что... Ой, этот нож крутой только потому, что он от дизайнера Карла Элзенера. В то время как вот про какие-то складные одноподметные ножи это говорят. И опять же, вот не надо тут это всё воспринимать, как будто я говорю, что это плохо. Это вовсе не плохо. А я, как любитель ножей, мне вот практически любой ножик интересно в руках подержать. Мне иногда что-то хочется ей привезти. Я вот сам с удовольствием владею вот такой вот ЗТшечкой, Зиночкой. Я не против, что люди имеют какие-то коллекции складных одноподметных ножей. Это вполне интересно. Вот много складных ножей мне друзья как-то дают в руках там повертеть, покрутить, посмотреть. Что-то вот я когда куда-то в ножевой магазин прихожу, я с удовольствием, с интересом, с большим. Какие-то складные ножи вот в руках покрутить. Мне вот интересно, какие-то вот замочки там интересные какие-то новые придумывают. Какие-то новые конструктивные решения. Это всё интересно, это всё здорово. Это всё должно быть. Но при этом стоит помнить, что все эти ножи, складные одноподметные, они будут хуже ножей Викторинокс. Почему-то ни одна компания, которая складными одноподметными ножами занимается, так и не сделала складные многопредметные ножи, которые могли бы конкурировать с ножами Викторинокс. Но это о чём-то тоже, я думаю, ребят говорит. Либо супер как-то дорого получается, либо качество низкое, либо всё и сразу, либо нету такой продуманности инструментов. Хотя вот, блин, я не говорю про себя. Ну меня или любого любителя Викторинокс, из моих друзей, из моих подписчиков, они бы спросили, какой набор инструментов стоит поставить на складной многопредметный нож. Потому что вот компания, которая что-то пытается выпускать многопредметники, вот, блин, мы бы в миллион раз лучше придумали, чем то, что на них сейчас есть. Ну, действительно странно. Многие решения, мне кажется, странными и непонятными. Как в том числе и по самим инструментам. Давайте вот ещё такой момент. Вот возьмём, например, нож Свисчемп. Он, ну, стоит 3-3,5 тысячи рублей. 3-3,5 тысячи рублей, да. Ну, что за 3-3,5 тысячи рублей вы можете купить в плане складных однопредметных ножей. Ну, это будет, скорее всего, какой-то неплохой нож. Скорее всего, он будет изготовлен в Китае, либо в лучшем случае на Тайване. Ну, и, в принципе, это будет либо китайский бренд, либо бюджетная линейка какого-то именитого бренда. Там, Киршоу, Колстил, Спайдерка, наверное, что-то. Ну, там даже, наверное, Бёрд будет в этих пределах, в этих параметрах. Там, Антайо, Рэд, вот один как раз. Примерно вот за эту цену. Ну, вы прикиньте, ребят, вот. Ну, 3-3,5 тысячи, да. Свисчемп это 8 рядов инструментов. То есть это в каждом ряду, причём, может быть, и по 2 инструмента, по 3 даже инструмента, потому что ещё на спинке рукояти это вот эти все пружины, лайнеры, всё это заклёпочки, всё это должно аккуратно работать, аккуратно. То есть и при этом всё это делать нужно настолько аккуратно, чтобы вот с первого раза раз эту заклёпочку забили, и чтобы всё работало, потому что потом не будет возможности как-то подрегулировать, как-то ослабить. Представьте, вот какая должна быть точность изготовления, чтобы вот всю эту кучу деталей собрать в один комплект, ну, и при этом получился достойный инструмент. Это вот я уже, мы не говорим, мы говорим уже о сложности изготовления именно, что вот конструктивно, о ножах векторинок в сравнении со складными однопредметными ножами. То есть что лучше, мы уже поняли, давайте по цене теперь. Ну, то есть представьте, за 3-3,5 тысячи вы получаете либо свисчем, то есть это такой комплект инструментов, который гораздо сложнее изготовить, чем однопредметный нож где, ну, по сути, рукоять, какой-то замок, клинок, но это все равно, согласитесь, в любом случае просто. При этом нож, который однопредметный за 3-3,5 тысячи, он, скорее всего, будет изготовлен в Китае, либо на Тайване, а свисчемп он изготовлен в Швейцарии, где, соответственно, людской труд, ну, то есть дороже труд людей, чем в Китае, ну, либо на Тайване. То есть представьте, ну, по сути, получается, что в сочетании цена, качество, сложность изготовления ножи Викторинекс еще и такие, наиболее в плане этого сочетания наиболее выгодны, получается, чем даже складные однопредметные ножи. Я не говорю, что Викторинекс идеальный, вот, кстати, ссылочка, участвуйте в конкурсе, там у нас розыгрыш про недостатки Викторинекс. Я не то, что сам какое-то видео снял там, где, типа, вот, рассказал про недостатки ножей Викторинекс. Я замутил целый проект, вот, чтобы люди писали, люди высказывались, я их стимулировал тем, что будет розыгрыш поездов, ну, и вот, судя по всему, прям таких вот глобальных недостатков, чтобы как-то ножи Викторинекс в глазах людей унижало, там нету, хотя многие-многие люди высказались. Ну, и вообще, я даже стимулирую, чтобы люди видео снимали, писали комментарии, то есть, разговаривали насчет недостатков Викторинекс, но пока что-то такого критичного я прям не увидел. То есть, в принципе, давайте, чтобы я в обзорах обычных складных ножей к этому не возвращался, давайте вот возьмем как аксиому то, что складной нож Викторинекс, он всегда будет лучше, всегда будет предпочтительней, всегда будет выгоден по соотношению цена-качество, ну, в большинстве, ну, давайте не будем на 100% говорить, но вот в большинстве, в большинстве случаев это будет так, ну, вот, давайте вот это за аксиому возьмем, чтобы в каждом обзоре складных ножей вот не возвращаться к этому, потому что я вот на Санрему тут решил сделать обзорщик, в общем-то, ну, и получилось то, что получилось, поэтому сейчас придется переснимать. И я вот решил высказаться вот именно в таком плане, то есть, ножи Викторинекс лучшие в мире, в большинстве случаев они будут более предпочтительны. И я вот общаюсь с разными людьми, охотники, рыболов, не то, что вот эти диванные, знаете, там, единичники, которые кучу вещей там на карман поналожили, понавешали, там, кучу ножей каких-то, ну, чисто вот гламур вот этот, что вот ценят нож за имя, за бренд, за механику, там, за еще за что-то, а вот именно, в основном-то у меня на канале такие вот серьезные ребята, кто походами занимается, охотой, рыбалкой, есть спасатели, есть пожарные, работники различных силовых структур, ну, в том числе и люди спецназовцы. Ну, и в принципе, в общем-то, все сходятся, в основном, что нож Victorinox, он всегда лучше складного однопредметного ножа, ну, то есть, особенно если в сочетании какой-то взять хороший фиксик практичный, ну, под ваши задачи подобранный, и плюс нож Victorinox с хорошим грамотным функционалом, то это будет прям связка на все времена. И по большому счету вот эти складные однопредметные ножи, ну, в большинстве случаев это все-таки большие игрушки, по большому счету. Я не против чего бы то ни было, опять же повторюсь, ну, в большинстве случаев это игрушки и чего-то, какого-то практичной роли в них нету абсолютно никакой. Ладно, на этом будем с вами прощаться, где, кстати, покупать ножи Victorinox, ссылка будет под видео. Ну, и давайте, на этом я с вами прощаюсь, спасибо за внимание, желаю вам всех благ, всего наилучшего, и до свидания.